МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Шестой сезон легендарной серии Старладдер ТВ. 16 сильнейших команд Европы. 120 матчей регулярного сезона плюс лан-финал. Самые популярные комментаторы. Смотри Старладдер ТВ через Дота 2 клиент. Эксклюзивный Старладдер Худ в подарок. Билет уже в продаже. LGDs turn to ban. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Доброе утро, добрый день, добрый вечер. Доброй ночи, в зависимости от того, где вы нас смотрите, и в повторе, и в прямом эфире. Раннее утро в Киеве, в Москве уже. Не раннее утро, но все равно утро. Это прямой эфир. И мы с вами смотрим за лан-финалами Г1 Чемпионс Лиги. Третий тур группового этапа. Это официальный русскоязычный стрим. В студии для вас игру комментируют Вилат и Факер. Да, заменяю инмейта, который спит. Инмейт спун. Просто инмейт спун. Пять секунд remaining. Так, ну что же. Турнирную таблицу я вам в самом начале, наверное, напомню, чтобы вы понимали, где сейчас находится команда. LGD две победы. Вчера в феноменальном стиле. Разрыв сначала IG, потом точно такой же разрыв команды ДК. Ликвиды два поражения. У Оранжей и у Альянсов. И у Ликвидов сегодня три игры против китайских команд. Лунтруид первым пиком. Вот почему на Г1 Легион часто берется? А на восточной квалификации не так часто берется. Я не знаю. Это просто потому, что ты поставил. Ну, как всегда. Ставишь и все, можешь забыть. Да. Сразу же никто не будет брать. Даже думать про это не будут. Так, ну что. Бэтрайдер, Висп, Геррокоптер и Найкс нас в бане. Ждем, чем ответит Тим Ликвид. Найкс, кстати, очень часто в бане. Да, Найкс вообще почти в каждой игре в бане. Пермабан почти. Очень жесткий герой. И решили вот греха подальше, куда-то подальше засунуть. Иллидан в свое время как начал. Иллиданил всех. И сейчас я вам всем говорил. Я вам говорил. Я же вам говорил. Это же. Ну что, Дарксир и... И что? Котал, давай. Тим Ликвид. Вы же до сих пор... Я на самом деле даже не представляю. Опять же таки... В этот раз я не представляю, что будут пикать обе команды. И как-то Ликвиды для меня немного вышли. Из моды? Да, из внимания. Из моды это называется. Команда Ликвид. Ну вот так вот они решают сыграть. Берут Чена, собственно, для Флафа. Или для Икс Майка. Не знаю, кто, собственно, на Чене будет катать. Ну, наверное, Флаф все-таки у команды Тим Ликвид. И ждем, собственно, чем ответит тут же ЛГД. Шэдоу Демон и Кунка. Конечно же. Конечно же. Вчера мы наблюдали в игре против ДК эту связочку. Ну, ДК надолго ее запомнят, скажем так. И что же доберут Ликвиды? Да, у них тут уже беда. Я просто сейчас вспоминаю, чем они играют. Вот вижу Гирокоптера в бане. Да, всем подряд они играют. Да, Гирокоптер в бане и все. И что делать, непонятно. Ух ты, нифига себе, как нас законтрили, да? Тридцать секунд, кстати, дополнительного времени осталось. Да, время тратят очень-очень активно так, ребята. Ну, ува! Вот так вот они решили сыграть. В первой тройке. Ну, ТС на Луне, а Кунг Шеду Демон, ну, блин. Такое, скажу я вам. Ну, да. Ну, если это, конечно же, не Луна в Мид и Тренд. А-а-а. Сопортить. Ну, это только команда ДД может так делать. И Габлак Дота. Габлак Дота в исполнении американцев. Не-не-не. Не верю. Рубик улетает в бан. Да, сейчас вполне стандартный бан. Часто мы видим всяких Рубиков. Джаггернаут, опять же таки, в бане. Я же взял вот перепугу и поставил 20 долларов на то, что ДК выиграет у Оранжи сегодня. Вот-вот что-то Оранжи мне в прошлой игре вообще не понравились. Это ты оптимист. Я просто оптимист. Верю, верю в Бернинга. Хоть раз же он должен сыграть в Дот. Ну, да, что-то. Давно не показывали. Какой-то фигней там страдать. Ладно, ребят, у нас Клакверк и Джаггернаут тоже отправились в бан. И ждем. Четвертый бан от команды Ликвид. И... Скоро вернемся мы в стадию пика. Да, на самом деле я не понимаю. Вот задумку пока Ликвидов... Ну, нету ее. В смысле нету сейчас. То есть, когда здесь... Ну, почему Луна? Потому что не знаем, что еще брать. Забанили Гирокоптера. Ой-ой-ой, какая проблема. Ну, типа, оно, да, оно плохо. Но, опять-таки, те же парни из ЛЖД, они-то знают, что делать. У них и без шедоу демона кунка может разрывать. С ландруидом это понятно. Они там могут добрать кого угодно. Вчера они играли вообще кунка ландруид и шейкер в визаж Джакиро. Да, вот забанили, кстати, визажа. Ну, помнят, слава богу, да. ДДЦ будет отрывать. Да, вчера, собственно, за две игры только 7 фрагов умудрились сделать против ЛЖД команды. И это были IG и ДК. И кто-нибудь. Это первое и четвертое место Интернешнл. Да, просто, конечно, полный трэш. Кстати, четвертое же вроде Зенитом достался, нет? Не, Зенит 5 и 6 с Оранжами поделили. Точно. Не, с Тунг-Фу поделили Зенит и 5 и 6, а Оранжи 7 и 8 поделили с Ихом. Вот так вот. Если я не ошибаюсь. Ну, мы-то можем сейчас зайти на сайт dota2.com. Или спросить у знатоков. Да, зачем знатоки, если есть такая клевая штука, как Ликвипедия еще. А на Ликвипедии можно Сэрдж и Зе Интернатионал... Нал 2. Вот он, Зе Интернатионал 2. И все, вот инфа. ДК 4, 80 тысяч долларов. Проиграли они со счетом... Пятая Зенит. Подожди, 6-ой Ехоум. А, Ехоум, Зенит 6, Тунг-Фу Оранж 8. Тут я перепутал местами Ехоум и Тунг-Фу. Я забыл игру Ехоум Тунг-Фу. Там же такая была дота нереальная. Ехоум против Тунг-Фу в Лузера. А Тунг-Фу против М5 какая-то дота была. А, ты смотри, я тут вообще что-то ДК Тунг-Фу, оказывается, играли, а Ехоум Оранж. Что-то я вообще какой-то голимый. Ехоум с Тунг-Фу не играли. Ехоум это Оранжи тогда выигрывали, когда у них был Висп... Да, по-моему, вот здесь было. Ехоум Оранж, когда у них был Висп. Там была нереальная игра. Вот это вот Ехоум Оранж, только она поздно вечером игралась. И после игры Na'Vi LGD. Вот да-да-да, вот так вот оно и было. Не знаю, я на самом деле с Интернешнл помню только Блэк Холлы. Ну да. От Ласта, от Володьки, от всех. Дилат, не пиарь Ликвипедию. Блин, ну Ликвипедия действительно лучший сайт для... Вообще, я его нон-стоп узнаю просто. Бэй, боже. Ну, понимаете? Лон Друид, Шедоу Демон Кунка, Никс против Дараксира, Чена Луны и Бэйна. Ну... Прям я вот не знаю, ребят. Три фиолетовеньких героя, кстати. А, ну это круто. Это решает все вопросы сразу же. Да, Чен немножечко разбавляет это все дело. Ну и... Кого же возьмут в мид? Команда Ликвид. Не знаю, почему-то мне кажется, что они Дараксира забрали с мыслями, потому что он не в бане. Ну конечно, это ж такой крутой герой, давай его возьмем. А то, что его китайцы не взяли бы, это 100%. То есть он нахрен не нужен им. Да, вот смотря Луна, Чен, Бэйн, зачем сюда Дараксир? Стягивать для чего? Ну как бы... Для того, чтобы... Стягивать. Чтобы Чен с кентавра... Для того, чтобы стягивать. Вышел и пятерых стан, стан, еще стан. Стан, стан, еще стан. План Капкан просто. Действительно. А у Чена будет просто доминатор и четыре кентавра. Прикинь? Да. И такой выходит на линии. И как давай всех просто жмахать. Катил последним пиком. Ну вот, собственно, то же самое, что вчера пикает LGD. Немножечко модифицированные три саппорта, грубо говоря, и два героя-убиватели. Ну и мой прогноз будет... Разрыв будет где-то 30 фрагов. За сколько минут? Хорошо. За сколько минут? Ну, это зависит уже от прыти команды LGD. Я думаю, минут 30 игра будет длиться точно. Да, 30-ка ликвида будут... Но фраговый не настреляет просто как с перепуга. Это факт. Я тут смотрю, что сегодня еще в мире киберспорта будет. Я вот на eGamingBets. Happy Demaga сегодня играет. ВЦС, ЕУ. Это в 13.00 по Цету будем болеть. Кто за кого будет болеть? Фиолетовый. Четвертый фиолетовый. Всех фиолетовый к Чен не вписывается. Энигма нужна была. Должна была быть здесь Энигма. Вообще бесспорно. План ликвидов не понять. Точнее, его нет. Выформить луну... Ну, типа... Ну, типа дай, типа шо и куда. Ну, короче, не поймешь. Что-то такое себе просто. Ну, посмотрим. Может какая-то... Ну, на заготовочку это явно не похоже. Может что-то получится, но... Не, а может это просто какой-то план Капкан. Но все указывает на достаточно пессимистичный результат для фанатов американской дот-сцены. 10 секунд remaining. У нас флав по... Не, кто-кто-кто. Да, флав не добирает героя, и все. Флэффинстав. Капитан команды. Флэффинстав. ТС пикает. Не флав. ТС пикает? ТС пикает. Ну, капитан команды все равно флав, по-моему. Ну, там неважно. Ну, я знаю, что у них точно был флав всегда именно внутри игровых капитанов. Ну, я знаю, что у них сейчас такие же, как у Блавы с Габлаком в свое время. Может быть, терки вчера наловились, скажем так, там полные защеканы. И сейчас думают, что же делать им такого. Открываю все турниры, какие сейчас. Онгоинг, посмотрю. Прям вот все открыл. Все. Вот так вот. Что это за турнир? Премьер Лига. ТПЛ. Что это за очки? 158. Не понял. А-а-а. Их же там кубки, типа. Кубки. Окей. Премьер Лига, понятно. Дэмонедж кап. О, Рейд Колл тут в два лига. Мне нравится, кстати, эта лига. Да, я часто вижу это название. Часто они что-то проводят. Ну вот финалы будут играться на Лане. Это что мне больше всего нравится. Ну что на Дривхак Валенсии. Потому что, ну... Короче, турниры... Радует, что больше Ланов. Турниры без финалов на Лане. Или вообще турниры не на Лане. Вот Китай уже объясняет, что это полный трэш. Не, очень много сейчас Ланов в последнее время стало. И это... Ну это радует. Это очень радует. То есть, ну, Лан-турниры это самый... Да, самый рай доты вообще. Как мы, блин, раньше мечтали про эти турнирчики. Был только Asus и все. Да. И Китай недостижимый. В ДЦ. Был и больше ничего не было. Так что... Вот мне, кстати, интересно, как Red and the Dark второе место заняли. Я не знаю. Я вот... Я смотрю, ну, RockSkiss против Red and the Dark. Ну, думаю, там какой-то там 1-8 может. Второе место. Как? За счет чего? Не знаю, не знаю. Так отлетать от этих, от АЭЛов в Польше. И где ничего не выиграть. И... Ну, может, все остальные команды Филони или просто отдыхали. Может быть. В любом случае, ребята, я вам, кстати, напомню, что сегодня вечером также матч StarLadder. И, по-моему, только один матч сегодня StarSeries, если не ошибаюсь. Фнатик против Power Rangers. Такой разгрузочный день вечером на StarSeries. Фнатики же проиграли вчера, да? Фнатики проиграли уже три матча. По-моему, на StarLadder. 1-3, да, у них сейчас Тата на StarLadder. У них там вообще борода. Они вчера проиграли у этих, как их? У этих, у как их? Забыл. У AC Cup и у Na'Vi, да. А до этого проиграли у Maus. И у них одна победа на Deathly Gaming пока. RockSkiss Start03. Тоже такой серьезный. Рискуем не увидеть наших любимцев на лане. Да, действительно, к этому все идет. Ладно, у нас тем временем игра все-таки началась. Да, смотрим доту. А как ничего не происходит, понятное дело. Конечно же, Яоу сыграет на Кунке. ДДЦ играет на Шеду Демони. У нас Ксяо Эйд на Соломедниксе. Мы помним, как он уезжал команду Айджи этим Соломедниксом. ДД сыграет на Кункевича. Ну и, конечно же, Сайлор будет играть на Медведя. ТС, Луна, Флафанстав на Чене. Темплар Кокорак. Бульба на DarkSeries. И Хмайк 88 на Бэйне. Чьо отрим? Встреча, опять же-таки, почти произошла. Ну, видит сейчас прекрасно команда Ликвиды, кстати, вот. Никса. Поставили они тут вард. И уже... Ну и должны догадываться, что трипла будет сложная, а не в легкой. Да, да, да. Ну просто вот эта вот трипла, это просто борода. Котл, Шедоу Демон и Кунка, но это смерть сходу. Не видел, честно, не видел, но... Ну, то есть, как бы... Соломедникс? Не, ну это понятно, да. То же самое, что было против Айджи вчера. И Ксяо Эйд, просто там, ну, против Ланай, конечно, будет тяжело. Но в любом случае, если нормально у него все пойдет и будет хорошо работать в плане получения Икспы, то, конечно, беда будет. На самом деле, очень приятно видеть Никса в миде. Лично для меня я всегда вот... Но это герой кто-то должен ходить. Да, да. Я не понимаю, почему его в основном берут на саппорта, но... Вроде... Ну, в пабе это вообще покоритель. Паба просто... Это покоритель Айджи. Вчера вот Ксяо Эйд показал, что такое настоящий... У товарища Никса там вчера было 6.0.19 стата, пока он не умер. Что-то типа того, я не помню точно цифры. Но разрывал он там очень серьезно. Какие-то у меня задержки, лаги. Ну, бывает такое. Собственно, с пингом опять-таки связаны. Ничего не можем поделать. Действительно, у нас твой пинг должен быть очень большой. Пинг 430 у тебя. У меня 460 вообще. Ну, бывает. Все-таки... Поэтому иногда, ребят, могут быть проглюки у вас в Дота ТВ. Потому что это Perfect World сервера, новые китайские сервера. Понятно, что у нас полсекунды пинг на эти самые сервера. Флаб заходит снизу, ускоряет панду. Боевую медведицу. Ну, тут Сайлар. Сайлар. Медведя поставил на проход. Сайлар мансует. Проблемы у него. И повторится ли ситуация, как... Есть ТП, есть ТП. Сайлар, хорошо. Отлично все делается с ДДЦ. Как замансил. Ну, медведя забрали. Это 100 денег. Бульба. Закрыл его ДДЦ. Ну и Флаффа должны здесь убивать. Флаффа, закрывай ДДЦ. Да ладно, что, неужели не убьют? Вот, спрятали. Проклятие. И это Фрест Бланд. Да, и я вот... Его еле-еле увидел. Очень... Да, у тебя что-то вообще какая-то борода, да? Я, может, попробую в ДДЦ. Да, сделай reconnect, да. Просто запрети ДОТу и всё. Бывает у Каспера вчера тоже были такие похожие глюки. Потому что это невозможно. Ещё консоли тут нету. Так, ТС здесь тем временем обнаглел немножечко и вылез сейчас на Яо. Начал его напрягать. Мы видим, что ДД сюда подтягивается. Шедоу Демон был снизу. Сейчас возвращается опять-таки на топ-линию. Ну и как только Шедоу Демон будет на топе, я думаю, сразу же начнёт наглеть у нас и Кункевич. Мы идем 10 на 1. У него Крипстат. Ну и очень хорошо. Счислоная в миде. 10 на 7. А у Ксиоэйта пока немного невесёлая здесь линия. Получается. Ксиоэйт 5-3. Ну, 6-3. Ну, в любом случае, своё он наберёт. Главное получать экспу. И всё будет нормально. Вот есть у него 4-й левел. Карапаси качает. Спайк Карапаси. На топе. Ну, вот только-только подставится луна. Это фраг. Моментально. И это абсолютно без шансов для ТС. Поэтому он не может даже подходить к крипам здесь. Но ДДЦ идёт. Просто говорит, ну, чувак. Вставляйся. Ну что, 1-0 у нас по-прежнему счёт. Третья минута игры. Сейчас получше стало? Да, да, да. Хорошо сейчас. Слава богу. Это nice. Бывает иногда такое с, опять-таки, с новыми китайскими серверами. Не до конца они ещё работают. Их только-только начали заниматься ими вал в этом. Ну, есть и на том спасибо. Да, уже есть. Да, и уже хорошо. Китайцы могут спокойно играть. То есть можно пройти турнир. И у Китая... Ну, в Китае пинг там 90 на эти сервера. Так что очень-очень хорошо для них. Раньше они были вынуждены играть на Сингапуре, на котором там пинг для них зашкаливал. Сайлар, снизу. Так, Сайлар дерётся с Бульбой. Здесь же Корак. Ну, это должен быть фраг для LGD. Сайлар пытается убежать на тапках. Ну, конечно, тут без шансов для него. Есть ТП, правда? Сайлар! Медведя вызывает! Да ладно! Прошли корни. Ланай догонит на хосте. Не, может быть и не догонит. Да ну да что это вообще? И сейчас убьют Бульбу. Что это? Бульба! Проклинает и Медведь! Да ладно! Да что? Ну как? Корни! Да ну блин! Ну это бред какой-то! Корак в панике уже просто в инвиз уходит. Ну сейчас его проклинает, но Корак убегает. Давай-давай-давай, Медведь, я за тебя. Да, просто цирк. Волк, ты понимаешь, что у него... Ну как так? Ну такого вообще не бывает вообще. Все говорят Бульдог там. Ну как? Ну это ж бред вообще. Валвы, алло! Медведь, чеширский кот из команды Power Rangers в действии. Так, Flav забежал в спину к Сяоэйту, просто пробежал мимо. Да, понял, что ему тут ловить нечего, по сути. Без МП-то. Так, и тут пингуют на Иксмайка. Так, проблема, Иксмайк умирает. Нет, не умирает. Иксмайк отъелся от Яо. Яо понял, что тут опасно находиться. Потому что рядом уже Flav с Кентавром, да, уходит. Да, и прекрасно это видят. Тут Вард стоит там. В разные стороны. Сайлар играл на Медведя, когда еще Бульдога... Ну да, тут абсолютно прав товарищ, который это пишет. Он не собирал армлет. Да, он не собирал армлет. Но Сайлар на Медведя играл действительно, когда про Адмирала Бульдога еще и слышал. Да, и LGD вырываются в топ по крипстату. На первом месте Сайлар 24 на 7. На втором месте Сяо Эйд. Ну вот, пожалуйста, Сяо Эйд, Миди, 22 на 8. Опять-таки, пока бегал Аланай снизу. Да, Корок очень много бегал, очень много пропустил. Но хотя Ксяо вроде сейвил, если я не ошибаюсь, помогал команде. Да, я не помню, был ли он там снизу. Ну, в любом случае, Сяо Эйд красавчик. Ты им корка маны лишает, и есть у него уже 6-й левел. И, ну, собственно, знает он, что делать, конечно, этим героям. Да все LGD знают, что делать, что тут рассказывают. TC 20 крипов. В принципе, не так плохо, как могло бы быть. 23 крипа у Кунки. Яо. Я просто забыл, как его зовут. Яо. Яо. ДДЦ. ДДЦ. Нет, не стал прятать TC. TC сразу же бежать, как только видит, что что-то тут происходит. Моментально просто-напросто ныкается отсюда. Только-только ДДЦ появляется. Только он намекает, братю, у меня десапшн есть. Ну, вот единственный шанс, это действительно заставлять как-то же демона летать все чаще вниз, там, в миды. И тогда, может быть, пофармит луна. Бульба что-то непонятное ловит на миде. Вообще ничего он не делает. О, бульба в игре есть, нифига себе. Да, ставил просто свободную линию Сайлору. Сайлору даже не убивает крипов. И уже сразу видно, что ребята... Не очень. Не очень. По голде уже... ДД тут принесли варды. Тысяча голда преимущества. Да, уже полторы тысячи, ну и по экспе тоже тысяча. Ну, собственно, понятно было уже по пику, что игра будет вот такая. И Ликвидом, в принципе, если только повезет, то они могут тут выигрывать. Медведь уже бульбу гоняет просто сам в миде. Корок против Ксиоэйта. Ксиоэйт вообще не парится. 32 на 10 хрипстат, у Корка 24 на 11. Ну, когда Никс выигрывает, смотри, с 33. О, хорошо. Котл задул. Яо. Яо пытается убить ТС. И ТС умирает. Там заслипал хорошо Бейн. Забегает здесь у нас Ксиоэйт. Плафа убил. А что Иксмайка-то не бить? Убили бы двух. Что-то странное какое-то решение. Ну да ладно, 4-1 счет. Да, минус 2 делают ЛГД. Котл делает даблкил. Да, и все очень хорошо у китайцев. Ну, конечно, ЛГД пока в этой игре не совсем-то ощущает. Так, ну смотри, кто-то делает ТП, отменяет успел Ксиоэйт. Такой непалевный вообще. Просто непалевный жук-паук. Ликвиды последние свои матчи должны играть Орел и Решка. В смысле? Чтобы уравнивать свои шансы хоть на какую-то победу. Пока очень слабо. Ну, у них, что самое интересное, вообще последний матч в расписании, если не ошибаюсь, это ДК против Ликвид. Есть мнение, что до этого матча все попроигрывает и те, и те. И этот матч будет просто нафиг никому не нужен. Ну, а может быть нет. Я же поставил 20 баксов на ДК, что выигрывает у Оранж. ДК явно шансов побольше, чем у Ликвид. Ну да, да, да. Ликвиды что-то вообще. Ну, им еще играть с IG после LGD. Такой себе денек. Мало того, что вчера на проигрывали, и еще сегодня такой день. Могут абсолютно бесславно покинуть Шанхай, ребята, из Team Liquid. На самом деле у Ликвидов же, по сути, не очень много опыта игры с китайцами. То есть они там... Но у них вообще это первый LAN турнир для команды. Ну, на интернешнале там кто-то играл из команды. Так, подожди, атака, атака, TC заходит в спину. ДД спалил движуху Пепси, полетела торнадо. И вот такой вот ганг. Ой-ой-ой, ультует хорошо и забирает котла. Да, и, кстати, на Яо. Тут напали Яо, Торрент под себя. Рановато пытается Яо ульти, но уходит, да. Еще что, на развороте. А вот Ксяуэйд говорит на... Ах! Ксяуэйд-то не рассчитал. Длину, не вырос еще у него импейл. Да, если возвращаясь к теме, что у Ликвидов нет опыта, в то же время у Лода, вот я считаю, что это один из показателей Лода, то в Зенитах играло ого-го сколько. Да Лода... Опыта, блин. Понимаешь, Лода еще в СК Гейминг в 2008 году на ESVC играл. То есть это было, блин, настолько давно, что ого-го. И это видно, что они знают, как против играть. Конечно, ну опыт, ты себя чувствуешь на лане хорошо, ты знаешь, как играть на лане, ты не нервничаешь. Ликвиды, да, Ликвиды, ну что, ну молодые они. Да, играл, там, Бульба за ЕГЭ на прошлом Интернешнл, да, Флав, Хмайк, ТС играли за Комплексити. Ну, Корок ни за кого не играл. Да, мне кстати интересно. Корок вообще на ланах толком не было никогда. Да, он отлетел на квалификациях, он за Дигнита сыграл вроде как. Ну да, по-моему да. Мне интересно, какая реакция у болельщиков китайских на Альянс? На лане. Ну, должны за них болеть. Я знаю, что очень любят такие команды. Я помню, как за ДТС болели. Там просто Китай, чем интересен. Потому что там имеется такая тема, как в определенных регионах болеть за определенную команду. И вот, например, когда мы были в Ухане, это был домашний городок команды Нирваначайна, на то время существовавший. А ЕХО мы были из Шанхая. И там тупо весь зал болел против ЕХО. Как раз за ДТС. Так что, возможно, здесь тоже. Ну, вообще, китайцы, они вот публика довольно опытная. Кстати, чем мне нравится в Киеве, да, на лангфиналах тоже уже все опытнее и опытнее публика. Что удивляет, там, да, когда в матче Virtus.pro и No Tight Hunter болеют за No Tight Hunter, потому что, блин, чуваки классную доту играют. И типа аплодируют там хорошим мувом и понимают все. И вот поэтому, я считаю, в Китае точно так же. Альянсов уважают за то, что они действительно красиво играют. Ксяуэйт, под тавер. Знает четко точку, куда надо вбегать. Ловит TC. Ну и до свидания, TC, да? Торрент, корабль. Ой, X-Mike. Ну, X-Mike. Ну, что ж ты такой, Флафф тоже пришел. Улетит? Не, не улетает. Ну и что, и Флаффа тоже будет пытаться поймать. Да. Ксяуэйт, живой. Коттл, бластанул. Яо, плюшку дал. Флафф битый, но очень битый также LGD, поэтому не решились, собственно, за ним идти до конца. А вот на развороте ДД можно. Запускает вейв и одну тычку Флаффу. Пробивает Флаффу. Ну и кто даст? А, ну вот так вот, да. Яо забирает праг. 7-2. 7-2 у нас счет. Сюда, кстати, бежит Корак. Корак что-то хочет. Кстати, Сайдер там Тауэр сбрил. Сайдер уже с армлета. Бульба тут... Да, нормально, нормально. Ну хорошо, делает все. Ой, как ультует криво ТС. Да, ТС шикарный ультимейт. ДДЦ. Ой, Корни проходят по Бульбе минус Бульба. Ну и здесь Корка спрятали. Корак сейчас тоже, конечно, умрет. Нет, Торрен был кривой. Корак делется до конца. Корни по Корку проходят. Корак тоже в таверне. 9-2, ну и ТС один отсюда убегает. Посыпались ликфиды. Да, ну это просто правда. И графики как поднялись сразу. Ну, 5000 голды, 5000 экспы. Кстати, Сайдер забрал Тауэр снизу. Сразу степашился сюда. Здесь дважды прокнул корнями. Заработал 2 ассиста. Сейчас Тауэр заберет на топе. Вот так вот. Котел забирает Тауэр. Ну да какая разница. Тут мы видим, что и Ксяуэйт нашел, собственно, ТС. Не стал его бить, ну что не убил бы. Ксяуэйт. 1-0-3, у него аркантапки 1100 голды. Даггер будет собирать. Кунка мы видим у нас поезы. Брайсер, Стаутшилд. Так, ну и ДДЦ в миде 1-1-3. Да, мы видим, что ликвиды действительно очень-очень слабо смотрятся на фоне Китая. Да, на фоне всех финалистов Г1 Чемпионс Лиги. Но эти ликвиды в квалификации переиграли Фнатика, переиграли Нави. Не пустили их вот как раз в Шанхай. Были бы здесь Нави, я считаю, был бы вообще просто настолько жесткий лонфинал. Нави, Альянс, Оранж и три китайских команды. Вау. Тут LGD не хватает. На самом деле, ликвиды вполне неплохо-то смотрелись против Альянсов. Но вот из-за очень много тупили. Без ТП ходили, потеряли две стороны, причем не забрав ни одной. А так более-менее смотрелись. Ну что, Т2 Тавры в миде просто беспрепятственно сейчас забирает нас Сайлор. Мы видим, купил он себе Джевелин. Будет по это дело делать башер. ТП, 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 ТД. ТД областанет или нет? Наверное, просто задувает вейп на пул дэмэдж. Не дает ни одного Тавра забрать ликвидом. Да понятно. Сами в миде тут остается один только медведь. Есть ТП, но Тавр он должен добивать. У Тавра остается 40 АП. И да, забирается. Тавр, Денайл, корок не успел. По Таврам сейчас становится 4-0. Тавр снизу, Бульба Икс Майк убегает. Прилетел Сайлор. Понятно, бежать надо от него. Он же жестик. Очень жесткий. У него, кстати, деньги на башню. Флафа забрали на топе. Ксяо Эйд, соло. 2-0-3, Ксяо Эйд. Даггер на подходе. Чуть не умер он, кстати, от крипов. Да. Тролль-то идет в сетку, да? Сетка на кулдауне. В любом случае, Ксяо Эйд показывает приблизительно похожую игру, как это было вчера. Но здесь, конечно, у него нету настолько много фрагов, как было против парней из IG. Но все равно очень хорошо. Ликвид до рерочков в плане инвайта напоминает. Хорошее сравнение. А Модеус Моцарт у нас в чате пишет. Действительно. И служит внимания. Да, довольно интересный мув был приглашение Ликвид. Но опять-таки ребята одним составом играли. Вот они после интернешнл собрались. И играли очень много. Ну, надо было две команды из Америки приглашать. Да, конечно. А всего три команды есть. Потому что вот это вот светли. USA, USA. Кто-то же должен орать. Всего три команды в Америке, которые на таком уровне. Ну, понятное дело, что вот EG не отобрались. Если бы еще отобрались, EG было бы как-то слишком много команд. Ну, а так нормально. Будет Ликвид, будет Дигнитас. То, что он... Смаке, Ликвид. О! Просто отчаянный Смаке. Смаке, Левел 6. Да, кстати, могут сейчас сцеплять неплохо кого-нибудь. Ну, TC с Брасером Луна. Ну, 16-ая минута у Луны Брасер. Ну, что ж тут поделаешь. Лотару Кунки, боже. Ну, и не говоря уже про Медведя. Где этот Мишка вообще? Где Мишка тусуется? Я ее не могу найти на миникарте. А вот, призвал. Башер почему-то не купил еще Сайлор. Мы видим 2000 у него. Голды есть. То есть, в принципе, Башер можно сейчас приобретать. Билат, за кого ты болеешь? За Альянс я болею, я же уже сказал. Вот и Альянс. Ты посмотри на эту голду. Не, ну, тут понятно, что тут Габелла 10200. Не, ну, понятно, что конец. Но десятка на 15-й минуте. Да, да, это серьезно. Медведь что купил? А Медведь купил гиперстоун. Он решил делать сразу башню. Не круто купил гиперстоун, чтобы быстрее ломать Таура. Ну, и быстрее ломает Таура. Кстати, есть ТП сразу в мид. Здесь Сайлор добивает Таура. Тоже будет помогать. Сейчас будет драка в миде. Сейчас будет драка в миде. Так, Сяуэйд с даггером прыгает. Копает ТС. Минус манирует его. Тут хил от Чена. Кунка. Кунка на крест ТС. ТС ультует. Влетает. Есть Мека от ДД. Ульт никуда. Так, ДД убежал отсюда. Корабль заехал в Бульбу. Бульба пытается убежать. Копает Сяуэйд. Заходит в толпу. Бульба умирает. Икс Майк умирает. Здесь, кстати... Тут драка такая. Флаффен Став против ДДС. Война просто. Кто-то помогает. Давай. Давай его. Смеши его. Минус 4 делать. На самом деле достаточно сумбурная драка выглядела. Не, ну как сумбурная. Просто, понимаешь, когда прыгает просто Никс, вдруг откуда ни возьмись, копает твоего мейн керри и его тут еще садят на хрест. Суппорты не знают, что делать. Бэйн никого так и не вгрызся. Все моментально умирают. Ну что ты тут поделаешь? 14-2. Я уже думаю, что не будет разницы в 30 фрагов. И не будет 30-й минуты. Не, ну тут еще долго будут ликвиды держаться. То есть сдаваться они не будут. Они, я думаю, минут 10 еще могут подержаться. 1600 голды у Сайлора. Что он приобретет? Киркраса будет по чуть-чуть собирать. Что ж тут еще? Ну вот сейчас посмотрим. Непонятно. Может это вообще МКБ будет? Может быть. Зачем? Может быть. Там просто так. Потому что ему можно. Да, потому что я могу и все. Кстати, что-то LGD собрали здесь в миде. Я что-то сейчас не совсем понимаю. Они что сейчас? На Т3 пойдут что ли? Даже не по-китайски же это. Не царское это дело на Т3 заходить на 18-й минуте. Опа! Ксяуэйт на корка. Корни из первого удара нет. Так, конечно, корни из первого удара. Это же вообще не вопрос. Корабль въезжает. Корка разрывает. Здесь ТС пытается убежать. Ксяуэйт. Поймал Ява, но толк-то от этого никакой. ТС тоже умирает. Иксмайк корни. Гага? Восемнадцатая минута. Восемнадцатая минута. В 17.58. Был бы интернешнл, люди бы обрадовались. В любом случае, good game, well played. LGD продолжает выносить. Три игры, девять фрагов против LGD было сделано за три игры. И LGD как бы намекает. Че, Valve, забрали инвайт, да? Ну окей, хорошо. Мы потренируемся еще. Ну вот противостояние LGD Альянс для меня, наверное, самое интересное пока. Да, 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 да. Будет какой-то мега эпичный матч. Огонь будет. Ребят, следующий матч IGDK. Ну, понятное дело, после 15-минутной паузы. И после IGDK LGD Альянс. Тарам-тарам-там. Как раз будет где-то приблизительно, я думаю, полдевятого утра в Киеве, когда будет играть LGD Альянс. И будет самая, наверное, интересная игра группового этапа. В любом случае, ребят, мы с вами сейчас... Я обновлю, конечно же, турнирную табличку. Я не ленивый Каспер, который не обновляет турнирную табличку. Я обновляю, мне это нравится. LGD выигрывают у Ликвидов. Причем выигрывают абсолютно без шансов для американского коллектива. И турнирная таблица после этого выглядит вот так. LGD 9, Альянс 9, 6 очков у Орэндж, по нулю у IGDK и у Ликвид. Сейчас у кого-то из пары IGDK появятся первых 3 очка. Потому что следующий матч между собой сыграют они. 20-минутная пауза. Сейчас 6.07 Central European Time. Я поставлю 6.30. Цет, я думаю, точно угадаю. IGDK далеко не разбегайтесь. Шестой сезон легендарной серии StarLadder TV. 16 сильнейших команд Европы. 120 матчей регулярного сезона плюс лан-финал. Самые популярные комментаторы. Смотри StarLadder TV через Dota 2 клиент. Эксклюзивный StarLadder Hood в подарок. Билет уже в продаже.